Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина, и я безумно рада приветствовать вас на своем канале. Если вы услышите какие-то посторонние звуки на протяжении всего этого видео, то я извиняюсь, я просто сейчас нахожусь на отдыхе в Турции. А за окном очень шумно, очень жарко, поэтому мне немножечко подгорели щеки. Сегодня я подготовила для вас видео, где я расскажу вам ситуацию, которая меня действительно очень поразила, когда я ехала в самолете, до меня докопалась я же мать. С такими ситуациями я очень часто сталкиваюсь, очень часто я их пытаюсь как-то преодолеть, но мне, к сожалению, это не особо-то и выходит. Эта ситуация меня безумно поразила, она выходит за рамки абсолютно всех предыдущих историй, которые я вам рассказывала. А если вы хотите следить за моей жизнью вне рамках ютуба, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, потому что туда я каждый день выкладываю фотографии. Особенно сейчас я нахожусь на отдыхе в Турции, фотографии стали безумно яркие, крутые и позитивные, потому что погода в Турции просто бомбезная. 30-40 градусов тепла, естественно, не холода. Ссылочку на свой инстаграм я оставлю ниже в описании. Ах да, совсем забыла, на протяжении этого видео я спрятала для вас 4 цифры, вы должны будете их найти, и это промокод. Если вы будете внимательно смотреть это видео, то вы найдете 4 цифры, и вы должны будете их в конце сложить и получить одно число, отправив мне его в директ в инстаграме. Тот человек, точнее не человек, а всего людей будет 5, которые выиграют именно 16-й, 2-й, 80-й, 24-й и 15-й. По счету все эти люди, которые назовут правильное число, я им делаю видео привет, шаут у меня в профиле, то есть пиар вашего профиля. Лайкаю абсолютно все ваши фотографии в вашем профиле. Не буду долго балаболить, я надеюсь, что вам понравится это видео. Опять же, не забывайте поддерживать меня лайками, и мы можем начинать. Повторюсь, что сейчас я нахожусь на отдыхе в Турции, и тут безумно жарко. Историю я вам буду рассказывать тогда, когда мы ехали в Турцию, а именно 2 дня назад. Мы брали билеты всей семьей, и, к сожалению, мест прям вместе в рядок, чтобы всей семьей сидеть не было, и именно поэтому нас рассадили по разным местам. Получается, мы сидели далеко друг от друга, я вообще где-то в центре, папа спереди, а мама где-то сзади, очень далеко. Я не могла их на протяжении всего этого времени найти, а летели мы на самолете примерно 4 часа, если не ошибаюсь. Соответственно, мне же не с кем ехать, и не с кем мне, в принципе, знакомиться, и тем более со мной сидела еще какая-то мамаша. Я села на свое место и поняла, что рядом со мной никого из членов семьи не будет. Естественно, я села у окна, потому что по билету я и должна была сидеть у окна. Включила музыку, и все начали рассаживаться, потому что мы еще не взлетели. Я включила музыку и смотрю в окно еще не взлетевшего самолета. И тут начинается самое интересное. Ко мне подходит я же мать, даже не я же мать, они, получается, поняли, что они сидят рядом со мной, и видят то, что я сижу у окна, у мальчика, у сына этой мамаши начинается истерика. Мальчику где-то 5 или 6 лет, то есть он уже достаточно взрослый, я даже не поняла изначально, почему он ведет себя как какой-то, ну, ненормальный, серьезно, потому что, ну, сколько детей я видела в таком возрасте, никто себя так отвратительно не вел. Получается, да, они видят, что они должны были сесть рядом со мной, и мама очень удивилась, увидев то, что я сижу у окна. Начинает проверять свои билеты, знаете, прям даже видно, она смотрит вот так в билеты, такими ошарашенными глазами, типа, а какого фига мой ребенок не сидит у окна? И тут она стоит где-то 2 минуты, на нее уже начинает наезжать, то, что, девушка, вы задерживаете людей, потому что многие должны были вообще пройти вперед и сесть уже на свои места, она встала как ошарашенные пялиться на меня, я, соответственно, снимаю наушник, потому что, ну, я понимаю, что что-то не так, и спрашиваю этой девушке, что-то случилось? Она говорит мне в ответ, типа, девушка, не могли бы вы, пожалуйста, пересесть, потому что мой ребенок очень хочет сидеть у окна, ну, я, естественно, понимаю, если ребенок вел себя как-то прилично. А этот мальчик в аэропорту еще вел себя отвратительно, он мог где-то наорать, где-то заплакать, внимание, ребенку 5 или 6 лет, умолять маму купить какую-то игрушку, закатывал какие-то истерики, играл, по-моему, в Майнкрафт на своем телефоне или планшете, я точно не помню, по-моему, в планшете, да? Я, разумеется, поняла, что этот ребенок немножечко невоспитанный, что поездка моя не удастся, потому что будет просто какой-то пипец, и они сидят рядом со мной. Я изначально вообще подумала, почему бы не позвать папу и не попросить, чтобы он сел на мое место, а я на его место, потому что сейчас, в принципе, уже без разницы. Я, естественно, отвечаю, ты, мамаша, нет, потому что, ну, я хочу тоже сидеть у окна, и, может быть, меня выкачивает в таких поездках, и мы специально купили билет сидеть у окна. То есть я ей прям так и сказала, типа, девушка, нет, я не буду вам уступать место, я хочу сидеть у окна. Не знаю, правильно я поступила или нет, но, учитывая поведение этого ребенка, я все сделала правильно. Соответственно, мамаша могла бы задуматься об этом чуть-чуть раньше, и хотя бы купить билеты специально у окна. Я понимаю, если бы по билетам, по моим, я бы сидела не у окна, тогда бы, естественно, ну, нужно было уступить место ребенку. Но когда мне специально заказали место у окна, я хотела там сидеть, и какой-то противный ребенок начинает на меня наезжать вместе со своей мамашей. Знаете, есть такие яжматери, которые такие полные, противные, потные, у них брови черным таким маркером нарисованы, губы обведены таким красным фломастером, и выглядят они отвратительно. Вот эта девушка была, даже не девушка, а женщина, я же мать была именно из таких. О нее очень неприятно пасло потом, причем пасло именно на весь самолет, и я еле как вытерпела просто всю эту поездку. Знаете, что это я же мать ответила на мой отказ? Внимание! Ребенку, видите ли, жалко помочь и уступить бедной матери, вы не понимаете, что нашего ребенка может укачать. И она начинает мне грубить и смотреть на меня такими глазами, будто я сейчас обозрусь ее ужасных бровей, вот таких. Потому что она смотрела на меня, как, я не знаю, как паук-шнюк. Я просто отвела взгляд, надела наушник и сказала, девушка, а точнее женщина, я вам все сказала, пожалуйста, отстаньте от меня и давайте нормально доедем уже до Турции. Кстати, я даже не поняла смысла, в смысле бедной матери помочь. Она до этого перед вылетом обсуждала, что она едет в какой-то пятизвездочный отель, именно со своей подругой по телефону вот так. Выглядела она отвратительно, была полная, но одета она была очень хорошо, и ребенка она тоже содержала, причем я видела, что они едут без отца. Отель, значит, в крутом районе, а она бедная мать резко стала, то есть она не задумывалась о том, что она еще в аэропорту сидела рядом со мной, и я слышала, о чем она разговаривала. В общем, не буду медлить, мы расселись, уже вся эта фигня закончилась, она помолчала, что-то там своему сыну дала попить сок с собой, который она брала или купила в аэропорту, точно не знаю. Сказано было пристегнуть ремни, пошел взлет, все нормально, вроде бы ребенок пока без истерики, нормально себя ведет, я уж с облегчением таким, знаете, вздохнула, и тут началось самое интересное. Как я говорила, да, я сидела у окна, я слушаю музыку со взлетом, знаете, какое классное ощущение, такое крутое настроение, что скоро ты прилетишь в Турцию, и тебя хватит жара, ты начнешь загорать, и все будет просто потрясающе, мы поехали с семьей. И тут, знаете, под офигенную музыку ребенок облокачивается на меня и начинает вот так вот ко мне лезть и смотреть на окно, точнее не на окно, а в окно. И знаете, даже через песню было слышно, «Вау, мама, мама, посмотри, какой крутой вид, офигеть, мама, мама, смотри!» Мама тоже начинает смотреть вот так вот, и они начинают на меня пялиться, пялиться в окно, они меня придавили до такой степени, что я уже начинаю психовать, я снимаю наушники и спрашиваю, что за фигня происходит, потому что меня реле начинает бомбить. Соответственно, я сначала не реагировала, но мало ли что может произойти, но потом, когда ребенок уже два раза сорвал мои наушники тем, что он облокотился на меня, я уже сняла их сама и спросила, что за фигня. Я начинаю смотрящей матери в окно тоже вместе со своим ребенком говорить, чтобы она смотрела за этим чадом, я начинаю балаболить, потому что все время, когда меня что-то раздражает, я начинаю говорить, как будто какая-то скороговорка. И знаете, что эта мать говорит мне в ответ? «А, тебе жалко, мы же тебя предупреждали, ребенок должен смотреть в окно». Я такая, «А почему ты сразу не взяла билет у окна? Я понять не могу, извините, почему я должна из-за этого страдать?». Окей, ладно, все, меня уже все начало бесить, я такая, «Окей, хорошо, садите своего ребенка у окна, хорошо». Я решила не психовать в самолете, так как плохо себя чувствовала, потому что меня уже все начало серьезно раздражать. Я сказала, «Окей, я сяду у прохода, пересаживайтесь, пусть ребенок садится у окна». Она мне ни слова не сказала, то есть ни спасибо, ни привета, ни ответа, просто, знаете, так вот посмотрела на меня глазами, отвела их, знаете, закатила и пересадила своего ребенка. Окей, я встала, я села у прохода и уснула, потому что я очень устала, я постоянно засыпаю в самолете, какое бы время суток на то время не было, да. Знаете, постоянно в самолете, когда мы взлетаем, я облокачиваю вот этот столик на переднем сидении и ложюсь вот так вот на столик и сплю, потому что мне так комфортнее, нежели чем на эту мамашу ложиться или на проход падать. Я, честно, не знаю, сколько я примерно спала, может быть, минут 30 или 40, может быть, вообще час, потому что, ну, я на часы на то время не посмотрела. А я засыпаю все время под музыку, и у меня есть даже плейлисты ВКонтакте, аудиозаписи у меня открыты, кстати, можете посмотреть по ссылке в описании, подписаться на мою страницу ВКонтакте. У меня есть плейлисты, есть один из плейлистов, «Полет» называется, и он разделен на две части. Быстрая такая музыка, чтобы у меня было хорошее настроение, или медленная, чтобы я смогла нормально поспать. Соответственно, я уснула, и, знаете, у меня были наушники, AirPods, они у меня были непроводные. А у меня волосами все было закрыто, и я же мать, она, знаете, каким-то образом, либо догадалась, либо что, но она вот так вот у меня будет, вот так вот мои уши делает за ухо, уши за ухо, волосы за ухо, вот так вот, и снимает мои наушники. У меня музыка, естественно, прекращается, я думаю, что за фигня, естественно, просыпаюсь, смотрю на нее, и думаю, что вы себе позволяете, ало, это мои наушники. Потому что она, видимо, поела, и на то время, когда я спала, с тюардесси раздавали еду, курицу или рыбу, знаете? И там у них лежала еда, и, соответственно, когда видели, что я спала, я ничего не заказала. Что-то давали, знаете, с таким горющим луком, вонючим, ужасно вонючим луком. Она подходит ко мне, и на ушко говорит, мой сын хочет в туалет. Я такая, б**ть. Я смотрю на нее таким взглядом, она такая, ты уже тут разложилась, думать надо о других. В смысле надо думать о других? Ничего, что у вас стол уже разложен, еда там лежит, напитки лежат. Меня удивила фраза, надо думать о других. Как? Что я вам сделала не так? Алло? Меня начинает жестко бомбить. Окей, я встала, я их пропустила. И чуть ли опять не уснула, как они опять подходят и говорят, пропустите, мы хотим сесть. Это-то ладно, естественно, не могли же они стоя долетать до Турции, в конце концов. Естественно, я их пропустила, они опять сели, окей. Меня начало очень сильно бомбить, и, ребят, я не знаю, правильно я поступила или нет, но я пошла к стюардессе, встала и действительно сказала, это не дело, ребят. Я пожаловалась стюардессе и сказала, пожалуйста, прекратите всю эту фигню. И знаете, у нас началось такое, пусть говорят. Эта мамаша начинает утверждать, что я мешаю спать, сын начинает плакать, я начинаю орать, потому что меня все начинает раздражать и мне не дают спокойно поспать. В итоге стюардесса говорит, ладно, успокойтесь, мы сейчас переведем их в бизнес-класс. И я такая, фу, господи, наконец-то. Их перевели в бизнес-класс, и перед этим она мне сказала, да чтоб ты с ума сошла в этом самолете. Причем, знаете, я даже не особо поняла фразу, да чтоб ты с ума сошла. Я и так с ума сошла, поэтому вас и переводят. Их перевели в бизнес-класс, тем самым там им было гораздо удобнее, и мне было гораздо удобнее. Я смогла нормально поднять все подлоконники и лечь на все три места. Обязательно напишите ниже, что вы думаете по поводу этой истории, потому что меня действительно очень вывели, но в конце концов, уже все оставшееся время я спокойно долетела, и уже когда мы только приземлились и встали, я уже всю ситуацию рассказала своим родителям. Потому что они спросили, корень, что ты мчалась туда-обратно, туда-обратно, а мой папа вообще спал. Мой папа тоже все время в самолетах спит. Мам, я видео снимаю, подожди немного, я скоро выдуху. Давай. Это шикарно. Все, все, давай, скоро буду. Давай. Когда отдыхаешь в Турции, и до тебя пытается дозвониться мама, позвав тебя купаться. Офигенно. Не забывайте про промокод, все цифрыки я уже спрятала, и вы должны были их найти, теперь вы должны сложить их между собой и получить одну цифру, отправив мне в директ в инстаграме. Победителям я сделаю шаут в инстаграме, видео, привет и многое-многое другое. Все я еще раз подробно написала ниже в описании, да? И с вами была Карина. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok